Всем привет! Сегодня, ребята, хочу рассказать про новое приобретение с JIRBEST. В общем, у меня был вот такой замечательный фонарик, Fenix ELE 01. По внешнему виду вы можете видеть, что я им пользовался достаточно долго, нещадно. Он у меня болтался на ключах, это очень удобно, чтобы где-то что-то подсветить. Я достал, шик, прокрутил и, в принципе, свечил. Что мне нравилось в этом фонаре, в принципе, как в моей теаре от Armitek, что он использует общедоступный источник питания, что батарейку типа 3А, мизинчиковая, в простонародье можно найти где угодно. Поставил, закрутил и работаешь. И, в принципе, от этого я и отталкивался, допустим, при выборе Тиары. И, собственно, вот этот фонарик мне достался при покупке одного из ножей. Одного из ножей, я уже не помню какого, по-моему, Contego. В комплекте шел бенчевский комплект для разборки и вот этот фонарик. Ну и прослужил он мне примерно года 4. Но вот сейчас он пришел в негодность и стояла задача заменить его. Поэтому я заказал два фонаря маленьких на ключи. Сейчас вам расскажу про один, потом про второй. Значит, сегодня я вам расскажу про такой вот маленький фонарик, который использует встроенный аккумулятор, литиево-полимерный, по заявлению производителя, от компании MacArmy. Китайская компания производит достаточно неплохие фонари, я давно за ними наблюдаю. Но вот этот фонарик мне сразу привлек мое внимание. Во-первых, своей вот этой вот тактического вида формой, допустим, что у него есть вот такая замечательная проушина, он цельно алюминиевый, имеет класс защиты IP5, IPX5, кому как нравится, что он там сколько-то от влаги защищен. Но вот почему-то не написана вторая цифра, потому что я так понимаю, что первая цифра – это защищенность от воды, и вторая цифра – от пыли. Вот. Поэтому, в общем, интересный фонарь. Интересен именно тем, что он трехдиодный. Прошу прощения, тут сын пытался ворваться, жена его вовремя остановила. Понравился мне тем, что он трехдиодный. Здесь есть красный диод, обычный диод и ультрафиолетовый диод, для чего каждый диод расскажу чуть позже. У основного диода есть три режима. Ну, собственно, вот так вот, вот так вот. Прошу прощения, еще до конца не разобрался. Вот так вот, вот так вот и вот так вот. Три режима. Значит, как я уже сказал, заряжается от miniUSB. Единственное, что в комплекте было вот такое корынце, что фонарь поставлялся вот так. Я надеялся здесь найти, собственно, miniUSB кабель, которым заряжается этот фонарь. Но там оказалось вот такой вот темлячок, да, такая петелька на руку. Ну, не знаю, по мне так очень бесполезная. Потому что я сам использую iPhone. У меня два iPhone, один рабочий, один личный, да. И для меня, допустим, раздобыть вот этот вот USB, это надо где-то покупать. Благо, у меня у жены, она использует на Android телефон, у нее есть такой зарядник. Вот. Ну и, собственно, что мы имеем? Вес фонарика 30 грамм. Цельноалюминиевый. Приятный по весу. Плюс заряжается все это дело всего за 90 минут. И по заявлению, что, по идее, вам этого заряда на минимальном режиме хватит на 13 часов свечения. 160 люмен всего. Это, как бы, не очень мощный фонарь. Но, тем не менее, что световой поток 410 канделл. Я не знаю, кому что это скажет. Может быть, есть физики, которым что-то это даст. Плюс нам обещают пучок, что он будет еще эффективнее на расстоянии в 40 метров. Не знаю, насколько это так. Но, тем не менее. Давайте, наверное, дальше я вставлю просто видео о том, как эта штуковина светит. Хорошо, плохо, как работает ультрафиолет и как работает красный. Ну, я вам единственное, что только расскажу, для чего какой диод. Что, по идее, при красном спектре его не так далеко видно, скажем, со стороны. Но при этом им можно достаточно эффективно подсветить какую-то там карту, чертеж или что-то, чтобы у вас не обнаружили состояния. Ну, это такие чисто тактические заморочки. Точно так же, как и зеленый, темно-зеленый и синий спектры. Они на расстоянии плохо очень читаются. Но красный, я так понимаю, читается хуже всего. Потому что на армейских фонарях я достаточно часто видел красный фильтр, одетый. Да, что его, ну, с расстояния не видно, если им прям вот так вот целенаправленно не светить, да, вот, то вот когда что-то подсвечиваешь, тебя с расстояния не видно в темноте, а тебе достаточно все читабельно. Для чего нужен ультрафиолетовый? Кто-то сразу скажет проверять купюрки. Ну, как заверяют производители, и, в принципе, я видел такое на фонарях, феникс, синие фильтры для того, чтобы можно было увидеть следы подранка, да, допустим, что если капает кровь, то кровь, она очень хорошо в ультрафиолете засвечивается. Ну, я не знаю, насколько мне это в городских условиях понадобится, но, тем не менее, наличие такого диода приятная штука, что можно какие-то там следы, может быть, кто-то шел по подъезду, слюнявил, или там, может быть, кто-то у вас сыт в подъезде, вы не можете определить, кто это делает, и по каплям до двери можно определить, кто это делает. Ну, я условно. Поэтому дальше будут вставки про то, как эта штуковина светит, ну, и про режимы работы, как переключается, потому что на этом фонаре есть только одна кнопка включения, которая включает, если ее просто нажать и отпустить, меняются режимы, если ее включить и зажать, то переключаются между диодами, также у красного диода есть вот такое вот моргание, плюс есть еще, ну, вот так вот, ультрафиолет. Но это все нужно смотреть в темноте, поэтому чуть далее. На этом, наверное, и все. Ссылочка на Gerbest в подписи. Проверять фонарь будем у меня в коридоре, где темно. Вот так вот он светит на стандартном режиме. Вот так вот это самый, я так понимаю, маленький режим. Вот так самый яркий. Плюс у нас, ну, вот, стандартный, средний. Вот так вот красный. Кому интересно. Если нажать, то будет вот такое мерцание, строп в красном. Плюс у нас есть ультрафиолетовый. Не знаю, насколько видно. Нужно будет поискать какие-то следы. Вот так вот светится белый в ультрафиолете. Всякие маркировочки. Вот так вот светится обувь ребенка. Ну, в принципе, тоже забавно. Нравится мне, как все это дело выглядит. Так. Переключаем. Значит, вот это у нас средний. Низкий. Максимальный. Ну, собственно, вот. Достаточно качественно. Давайте я отойду метров хотя бы. Ну, не знаю. Давайте вот так вот. Тут вот метров, наверное, 5-7. Ну, вот так вот.